отлично все готовы и сегодня у нас 28 глава 28 главами шли хочу дать такой лайфхак когда вы занимаетесь святыми вещами изучение торы молитва выполнение заповедей каких-то святые святые вещи то что бог сказал делать это что мы когда это дело мы соединяемся с богом то есть ты как бы выходишь на духовный уровень очень хорошо это делать осознанно и с намерением для того чтобы сделать это осознанно с намерением то можно на секундочку остановиться вот в молитвенниках есть такая фраза аре не мухан у мезуман значит переводится нас наверное это на арамейском все-таки не на иврите но и на иврите тоже похоже звучит вот я аре не это это аре не вот я наверное это на арамейском не на иврите вот я мухан готов ум и зуман что такое мезуман есть такое понятие как зман время и мезуман это это вот я как бы нахожусь здесь и сейчас я подготовлен муханом изуман замен есть такое сейчас современном иврите слова замен ты замен типа ты доступен в данный момент и здесь мол значит поэтому перед важными вещами когда вы выходите в эфир как бы да вы пилингуете вы с кадашбарху с богом устанавливаете контакт нужно подготовиться нужно сказать так вот я подготовлен муханом изуман вот я подготовлен для чего мы это делаем да для чего для того чтобы перейти на следующий свой духовный уровень в своем духовном развитии для того вот тут очень важно настрой должен быть для того чтобы было всем людям хорошо когда ты объединяешься с другими людьми шалом наступает да то совершенно ну для бога вот это есть духовный рост называется до объединение такое с другими людьми теперь значит что интересно здесь вот я муханом изуман вот я подготовлен значит есть очень известный такой был великий каббалист а резали воззвали и он говорит что перед молитвой перед тем как ты идешь молиться о своих каких-то нуждах всевышнему нужно принять на себя прям настоящие такие последователи а резали и хасиды каббалисты все они перед молитвой и вообще в принципе те кто хотят в нюансах выполнять повеление шелха норуха они говорят так что вот я принимаю на себя арене как бы принимаю на себя заповедь и вы можете обязательно обязательно перейдите в наш телеграм-канал у нас уже 3700 подписчиков на канале воикра в телеграме пожалуйста распространяйте этот канал там выходят все наши уроки там выходят все записи пожалуйста помогите нам мы вместе с вами партнеры особенно те кто деньгами помогают обязательно нужно помогать не только деньгами но и своими действиями распространять свет торы знания торы поэтому вот этот канал воикра делитесь чтобы люди подписывались там выходят очень все наши материалы выходят в этом канале значит сегодня отрывок таком разберем 13 отрывок двадцать восьмой главы звучит так михасев шаф ловят слех тот кто скрывает свои преступления он ловят слех он не преуспеет у моде а тот кто моде это как бы признает их моде в зф и оставляет их еруха над ним будет милосердие вот смотрите значит давайте разберем этот отрывок как это в жизни работает вот есть человек например я или другой человек любой он делает пэша это проступок такой ну прям явный проступок пэша это такое знаете вот значит то есть неосторожность такая но неосторожность на уровне на уровне того что ты типа ну вообще знаешь как же это не безалаберность вот знаете неосторожность в самом ее плохом проявлении когда человек в когда человек вот просто неосторожен до такой степени что ему вообще пофигу все что мы абсолютно все ему все равно и он делает по этому поводу преступления оставил дверь открытой там ехал на телефоне вот вот самый яркий пример пэша я вам приведу новости это пэша это преступление на уровне ну такая и потом он не дай бог там сделал аварию да это пэша теперь тот кто свои вот эти вот пша в мехасе это прикрывает он говорит я читал да я не читал вообще не читал вообще это не поэтому я вообще не виноват все так который вот таким образом к своим своей небрежности в своим своим ошибкам и он их прикрывает даже от себя он ловит слег у него в жизни нету шансов преуспеть потому что он не будет никогда исправлять он не будет исправлять свои вот эти вот ошибки он же не читает что это ошибки у него нет ошибок какие у него ошибки если он прикрывает свои вот эти вот даже самые грубые ошибки то у него конечно шансов нету в жизни преуспеть теперь умоды а тот кто соглашается он Он говорит, да, сделал я ошибку, да, в ЭУЗФ, и оставляет ее. Говорит, я больше так не буду делать, я понимаю, давай разберемся, значит. Вот у меня, когда начинают, я чаще всего ошибаться, после первых 50 грамм, я не буду пить. То есть, тот человек, который признает свои ошибки и оставляет их, Ерухан, ему будет над ним милосердие. Я помню, когда-то у Дейла Корнеди был такой прием, значит, ну, как приобретают друзья, оказывать влияние на людей. И он говорит, если тебя кто-то критикует, то он говорит, согласись лучше, не оправдывайся, не ищи на себя какие-то вот эти обходные пути. Он говорит, ты там сделал вот это вот неправильно, да, я сделал неправильно, да. Не, вот ты сделал неправильно, да, я сделал неправильно. Как ты мог, вообще, как я мог? Он говорит, когда ты признаешь свою ошибку, тебя даже ругать-то невозможно, потому что ты так признаешь. Когда ты говоришь, да нет, я не делал, нет, ты делал, да нет, ты я не хотел, да нет, а как же ты не хотел, если ты, начинаются вот эти вот качели разборки, разборки, разборки. Здесь, видно, Дел-Карнеди подсмотрел царя Соломона. Тот, кто прикрывает свои преступления, ловит слег, у него не получится их прикрыть, все равно все преступления вылазят наружу. Тот, кто признается и оставляет, Ерухам, будет он над ним милосердие. Тут тоже есть очень интересный момент, интересный момент есть, что весь этот мир работает по принципу мера за меру. То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Поэтому, тот, кто признается и оставляет преступление, будет на него милосердие, потому что оно идет как бы мера за меру. Вот, есть такое, Амаавир Альмидотав, тот, кто переходит через свои плохие качества, ему прощают все его преступления. Почему здесь тот, кто признается в своих преступлениях и оставляет их, почему над ним будет милосердие? Давайте посмотрим, подумаем с этой точки зрения, как тут работает это. Человек признал, что он ошибался, перестает это делать, над ним милосердие. Человек, который жестко пытается отмазаться, и у него не будет в этом успеха. В общем, примем это как аксиома. Так царь Соломон сказал, он знал, как оно работает. Хорошо, двигаем дальше. Двигаем дальше. Двигаемся дальше, не двигаем. Значит, следующий отрывок, который мы разберем, следующий. 28 глава, 14 отрывок. И в нем, значит, как раз есть вот эта вот разница, двигаемся или двигаем. Как раз вот я оговорился, знаете, как оговорка по Афрейду. Но по факту это очень большая разница. Значит, говорит нам в 14 отрывке царь Соломон. Ашре Адам, счастлив человек. Мифахет тамит. Который, когда в неправильных переводах написано, мифахет это боится. Но боится на иврите похет. То есть, есть глагол пахот. Три буквы. П, х, д. Пахот это страх. Похет это он боится. Да, это глагол, ну, я не знаю, как грамматика, как называют. Я боюсь. Да, это они похет. Я боюсь. А я пугаю, они мифахет. Мифахет это М спереди добавляется. Показывает, что я делаю активное действие. Теперь с этой точки зрения, что счастлив человек, который пугает себя всегда. Мифахет тамит. Который всегда себя пугает. Умакшелебу. А тот, кто ожесточает свое сердце. Если эти люди прям ничего, я ничего не боюсь. И польбера, он упадет, упадет во зле. Дословно переводится. Значит, здесь очень разбирается еще один аспект. Вот есть человек, он говорит, а я ничего не боюсь. Все от Всевышнего. Я ничего не боюсь. Все от Всевышнего. Завтрашний день от Всевышнего. Сколько мне намерено, столько намерено. Даст Бог день, даст Бог пищу. Ну, вообще прекрасная идеология. Человек тогда перестает бояться. Он отключает главный страх, который руководит поведением большинства людей. Большинство людей, если вдуматься, глубоко зацепить, если глубоко как бы копнуть причины всех их поступков и всего их мышления, то окажется, что ими руководит страх. Большинством людей руководит страх. Страх, который является побудительной основой, неосознаваемой их действий. И этот страх заставляет их бояться завтрашний день, паниковать, откладывать на черный день, что-то еще. То есть они все время в защите, в нападении, в отношениях с людьми. Они очень такие, ну, то есть они все на страхе. И это плохо, это неправильно. То есть Тора нам говорит, не бойся, положись на Всевышнего, даст Бог день, даст Бог пищу, Бог тебя любит, все будет хорошо там и так далее. То есть, с одной стороны, Тора нам говорит о бетахоне, о уверенности во Всевышнем, что Он тебя не оставит. Как царь Давид говорил в Псалме, что папа и мама меня оставили, а Бог меня усыновил. И Ашем Маон Атаит Ланумидор Вадор, что Бог ты, Маон, это прибежищем защиты, это был нам из поколения в поколение. То есть, с одной стороны, Тора нас учит избавиться от этого страха, который внутри, значит, ну, страх смерти, назовем это так, это главный страх, который является питанием для всех остальных страхов. С другой стороны, нам говорит прям конкретно царь Соломон, счастлив человек, который боится всегда, или нам ему говорится, решит даат и раташем, начало познания, страх перед Богом, хохмау мусары в лимбазу. То есть, мы видим какое-то неоднозначное отношение к страху. С одной стороны, страх приветствуется, есть заповедь из Торы, бояться Всевышнего, и раташем это заповедь из Торы, страх перед Богом. С другой стороны, Бог нам говорит, будь уверен во мне, и ничего не бойся, вообще ничего не бойся. С третьей стороны, царь Соломон нам говорит, положись на Бога всем своим сердцем. То есть, положись на Бога всем своим сердцем, и на свою сообразительность не полагайся. И тут же он нам говорит, счастлив человек, пугающий себя всегда. И вот тут как раз ответ, почему это, как он может быть счастлив, человек, пугающий себя всегда. И вот тут как раз мы пришли к уровню осознанности, который позволяет разделять между страхом, который возникает инстинктивно, это страх, который продуцирует инстинкт самосохранения, и который, если человек научится разбираться в своих страхах, то он говорит, секундочку, вот это вот мой рептильный мозг, мой инстинкт внутри, это инстинкт самосохранения. Этот инстинкт, он работает сам по себе, то есть его нельзя отключить, он никогда не отключится. Но я понимаю, какие страхи он автоматически создает. И в этом нет моей заслуги, это Всевышний так его запрограммировал. Он его запрограммировал так, чтобы у меня постоянно шел инстинкт самосохранения, который меня пугает. И все страхи, которые из него происходят, это все страхи, а нет у меня в них заслуги. Это Всевышний так сделал. Это страхи, которые сам же Всевышний запрограммировал. Теперь, страх перед Богом, это другое. То есть это страх перед тем, кто сотворил мир и который меня будет судить за соблюдение заповеди Всевышнего или не за соблюдение. Это страх выбор. Вот этот страх, который я выбираю, страх перед Богом, это выбор. Поэтому есть заповедь сделать этот выбор. И Всевышний говорит, ну давай, у тебя есть выбор. Я спрятался. То есть я как бы сделал мир, что тебе меня не видно. И вот теперь, когда ты обо мне узнал, теперь выбирай. Будешь ты, как бы ты от этого, это больше не страх даже, а такой трепет перед Всевышним. Теперь выбирай, готов ли ты на этот трепет перед Всевышним или не готов. Это как бы трепет перед Всевышним. Хорошо. Хорошо. Значит, это страх второй, номер два, да, трепет перед Всевышним, который надо сделать выбор. Третий страх, о котором здесь говорит царь Соломон, он говорит, что периодически надо себя пугануть, именно испугать себя. То есть, знаете как, был такой Уолл Дисней, и он этот Уолл Дисней, у него был, он прорабатывал проекты в состоянии, в трех разных состояниях сознания. Мечтатель, когда у тебя нет границ, ты разгоняешь креативность. Реалист, когда ты думаешь, как из этого заработать деньги, как работает реальный мир. И критик, когда ты смотришь, где может сломаться, чтобы подстелить соломку. И вот здесь царь Соломон говорит о вот этом третьем состоянии. Счастлив человек, то есть он во всем этом разобрался, он осознал. Вот это мой инстинктивный страх, который идет вообще просто, он фоновый, это инстинкт самосохранения, он как бы работает. Этот страх я выбираю, страх перед Богом, я верю, что Всевышний управляет миром и даст награду соблюдающему его заповеди, и будет наказание за нарушение его заповеди. Это я выбрал этот страх. Теперь, а как мне конкретно в каждой ситуации вести себя? И человек, который прям уже на уровне мудрости царя Соломона, он периодически раз в час садится и пугает себя так. Ну хорошо, вот я сейчас занимаюсь там вот такими-то проектами, вот я вечером собираюсь идти там в ресторан с друзьями. А что может быть? Где могу споткнуться? Где могу ошибиться? Где? И он себя как бы пугает для того, чтобы предусмотреть все негативные возможные варианты, чтобы от них предостеречься. Это третий вид страха, такой осознанный страх, пугая себя. И почему он счастлив? А потому что он внутри-то спокоен. Он лучше себя вначале испугает возможными вариантами, их все предусмотрит, чем и потом спокойно, радостно и пойдет, классно, что все предусмотрел, чем он потом будет оказываться в ситуациях, в которых он не хотел в них оказаться. Понятно, да? Макше Либо, а тот, кто делает свое сердце каменным, он говорит, мне все пофигу, у меня вот есть какие-то правила. А вообще, как бы пересматривать их, что-то думать, осознавать, смотреть на изменения ситуации. Я не хочу. Это называется ужесточающее свое сердце. То есть он живет в каком-то своем выдуманном мире, который он для себя. У тебя был коммунистом, я и буду коммунистом. А уже время другое. Нет коммунистов. Уже раскрыли все преступления Сталина. Ничего страшного. Я не читал. Я продолжаю быть коммунистом. Понятно, да? Это тот, кто ожесточает свое сердце и поль браа. То есть как только он упадет в каких-то плохих обстоятельствах. Это мы разобрали 14-й отрывок, что значит счастлив человек, пугающий себя всегда. И тот, кто ожесточает сердце, он упадет рано или поздно, он сломается в какой-то сложной ситуации. То есть, получается, мы нашли три вида страха. Страх инстинктивный – это инстинкт самосохранения фоновый. Страх перед Богом – это выбор, который ведет тебя к более близким отношениям со Всевышним. Это не страх, это трепет перед Всевышним. Это вау такое, знаете, когда ты видишь прям Ниагарский водопад, только в миллион раз больше, и он на тебя падает. А ты стоишь в стеклянном колпачке вроде бы внутри, да? Понятно, что у тебя вреда тебе нет в этот момент, но ты прямо… У тебя дыхание аж перехватывает когда-то. Или там залазишь на высоченной самой высоте, или с парашюта прыгаешь, да? Это больше такой перед Богом, это трепет больше слова, да, подходит. И третий страх – это интеллектуальный страх пугать себя для того, чтобы предусмотреть все возможные варианты в разных ситуациях. Понятно, да? Хорошо, теперь и последний отрывок мы сегодня рассмотрим. И забыла перерывы в интернете. Значит, последний отрывок, 19-й, я как раз взял из 28-й главы. Сегодня третий отрывок, он о выборе работы, о выборе работы, выборе направления деятельности, чем заниматься. Значит, говорит царь Саамон, «Авет Адмато, тот, кто обрабатывает землю свою, землю его, да, дословно переводится, тот, кто обрабатывает свой удел земли, избалеком, он насытится хлебом. Умераде Фрейтим, а тот, кто гоняется за пустотой, избарей Риш, он насытится, Риш это бедностью». Значит, мне как раз в эту субботу, вот я на эту тему много думал, да, у меня очень много разных видов деятельности, которыми я занимаюсь, и еще больше я хочу ими заниматься. То есть, у меня очень, есть вещи, которые я уже очень-очень много лет, я хочу ими заняться, но я ими не занимаюсь пока, но хочу, да. Значит, теперь, и вот я думаю в эту субботу, вот мне уже 50 лет, значит, 50 лет мне, как бы вот у меня много проектов, всеми заниматься нет, нет, ну, я вижу, что уже нет ни сил, ни возможностей, и не идет, когда ты везде много рассеиваешь свое внимание, нигде не растет, нигде не идет. Я думаю, какой же мне выбрать проект, или хотя бы там три проекта из пяти или десяти, которыми я занимаюсь, три проекта, хотя бы два проекта лучше, а вообще идеально было бы один проект, значит, чтобы именно им заниматься. И вот я об этом думаю, и тут, значит, я молюсь в синагоге, в субботу молюсь, и я, значит, Всевышнему говорю, дай мне подсказочку какую-то, да, вот прям прошу Всевышнего, чтобы он мне сообщил что-то. Открываю я книжку на недельную главу, как раз в эту субботу читали недельную главу, какие-то цели мелхома, когда ты выйдешь на войну и встретишь женщину. Война это как раз была война за хлеб, за еду, то есть это не была война, вот это как бы прям Раша там пишет вначале, что есть разные виды войны. Есть война, когда ты защищаешься, есть война, когда там заповеданная война, джихад, да, такой, за духовность, когда Бог сказал воевать, а есть война, называется война разрешенная, когда выходили раньше люди на войну, голод, и они выходили на войну за какие-то ресурсы. И это называлась война разрешенная, потому что не разрешить ее было невозможно. Всевышний знал, что так устроен человек изначально, особенно в те времена, то есть люди в те времена, они добывали свой хлеб, реально это было каждый день как война такая, да, за пропитание. И вот, значит, там есть в этой главе недельной 74 закона, разных законов, касаемых разных бытовых таких. Война с дурным началом это уже там более глубокий уровень, когда выйдешь на войну со своим дурным началом. Но есть всегда простой уровень, намек, глубокий уровень и тайный уровень. То есть сторона как бы многоуровневая такая. Теперь, значит, в этой главе один из законов был, как разводиться. И что если мужчина хочет, нашел в женщине двор и рва, да, какую-то вещь постыдную, да, и может он с ней развестись, и описано, как разводиться. Теперь в устной торе идет, идет как бы, мудреце рассуждают, что значит, что является основанием для развода. И говорит Шамай, основанием для развода является, является только если она пошла против торы, изменила ему там, вот это, только это основание для развода. Или говорит, нет, если она даже ему не изменила, просто она выступает против него, и она ему, знаете, бывает, вот мозг пилит, выносит, жизни лишает, у него нету сил. То есть она идет против него, она ему не помощник, она все время ему против него, и он прям не может, да, у него нету сил, и ресурс закончился. Это уже основание, чтобы развестись. А третья Раби Атива говорит вдруг такую вещь, что если он встретил лучшую, чем это, то он может на основании этого тоже развестись. Очень странно, то есть вообще не похоже на Раби Ативу, и не похоже на Раби Ативу, и поэтому говорит Любавич Стиреба такой интересный комментарий, что они вообще говорили не о, в этом как бы рассуждении, они говорили не о жене, а о профессии. Потому что когда в торе говорится, там, кто найдет доблестную жену и так далее, часто очень есть, как бы, такой намек, что жена и профессия, это для человека, для мужчины, две самых таких близких, ну, как бы, жена иногда называется профессия, потому что ты выбираешь себе профессию. В общем, итог, давайте я вам подведу итог, там глубоко было рассуждение, что у каждого человека есть его предназначение в этом мире работать в какой-то сфере и приносить пользу людям, и через это освещать имя Всевышнего. То есть, каждый, вот здесь, Авет Адмато, обрабатывающий его землю, тот, кто найдет свое вот это призвание, свою работу, и обычно человеку понятно, к чему его сердце лежит, к какому виду деятельности, он всегда насытится хлебом. То есть, ему всегда будет что кушать, так Всевышний устроил мир, что каждому из нас предназначено заниматься чем-то своим, и Всевышний приготовил, если он для каждой кошки приготовил еду, для каждой птицы приготовил еду, так для человека, который выполняет волю Всевышнего и выполняет какую-то работу в этом мире для других людей, всегда будет еда. То есть, тот, кто, значит, тот, кто обрабатывает, работает на земле его, значит, нашел свой надел, да, то, чем ты занимаешься, то, к чему у тебя предназначение, насытится хлебом. Теперь, говорит Шамай, что ты, если ты занимаешься своей работой, ты ее оставлять не можешь, ни при каких обстоятельствах, кроме как, если тебя заставляют в шаббат работать, если ты там, если она не кошерная, если это, это что-то противоречит Торе. Второй, говорит Гилель, и закон идет по мнению Гилеля, что если ты ей занимаешься, занимаешься долго, и у тебя не идет, и у тебя эта работа, ну, ты не зарабатываешь, тебе тяжело, тебе плохо, ты понимаешь, что это твое, но у тебя нет никакого, ну, то есть, тебе плохо там, значит, ты можешь поменять работу, как и жену. Раби Атива говорит, нет, человек должен заниматься тем, к чему лежит его сердце, то есть, то, что ему нравится, то, где он любит, человек живет в этом мире, чтобы быть счастливым, и Раби Атива, он был всегда счастливый, он был самый счастливый из всех равнинов, которые только были, он настолько был счастливый, что даже когда его убивали ревляне, они его разрывали, разрывали, значит, на кусочке, то он говорил, я всю жизнь об этом мечтал, отдать душу за Всевышнего, за Всевышнего умереть, то есть, это было, это было, то есть, на Раби Ативу мы не можем ориентироваться, на Раби Ативу мы не можем ориентироваться, Раби Атива был на таком уровне, на котором, ну, в принципе, это для человека сверхуровень, да, Раби Атива, он, когда его убивали, он говорил, я всю жизнь об этом мечтал, И, значит, сказал Шмаэстро Элю, ушла его душа Поэтому, конечно, Раби Атива с его позитивом У него был такой спешал подход Закон идет по Гелелю Даже если тебе сложно Никто тебе в этом мире не обещал, что будет легко Тебе сложно? Работай Работай, совершенствуйся, вкладывай усилия Дома тебе сложно? Раши сказал сразу вначале Эзер Кенегдо, жена тебе помощник, против тебя Удостоился? Помощник Не удостоился? Против тебя Она тебе показывает, что тебе есть, что исправить И я недавно разговаривал с одним человеком Который был 4 раза женат И разводился 4 раза И он говорит, каждый раз я находил Вот точно такого же человека Который мне устраивал то же самое Что было до этого, только еще хуже И я уже четвертый раз Я понимаю, что это все было для моего исправления Если бы я в себе исправил Те качества, которые во мне есть Ну, нехорошие качества То мне не пришлось бы не то что разводиться У меня вся жизнь была бы вообще идеальная Удостоился помощник Не удостоился против него То есть жена показывает, где у тебя пробои Все, дорогие друзья Мы хорошо поучили, чтобы сейчас заслуга того, что мы хорошо поучили Чтобы Всевышний дал нам благословение И выполнение молитв Которые я уверен, что у каждого есть к Всевышнему личные просьбы И для того, чтобы ваши личные просьбы были выполнены Нужно вначале помолиться за других всех участников урока воикра Сказать Всевышний Пускай та духовная сила, которую я сейчас создал Чтобы она поможет всем остальным друзьям, партнерам Спонсорам Всем, кто смотрит роте воикры Чтобы услышать их молитвы И когда вы вот свою вот эту вот духовность Вы направляете на заслугу других Всевышний после этого услышит вашу молитву И МЛ наполнит Коль Мишелот Лебеха Все запросы твоего сердца Летова Теха для твоего добра Все, всем удачи, успехов Встречаемся завтра с Божьей помощью в 10 утра И, значит, ну я же ответ-то сказал Что Всевышний мне дал ответ Тебе тяжело? Занимайся Не выделуйся То есть, какой мой был запрос? Мне тяжело А мне, я так понял, Всевышний ответил Тяжело? Тебе никто не обещал, что должно быть тебе легко Работай, пусть будет тебе тяжело Продолжай Все, чем ты занимаешься правильно, нужно, хорошо Везде продолжай, только начни больше работать Больше не ленись Все, всем удачи, успехов До завтра Я так понял, во всяком случае, ответить Всевышний Может, он не то мне ответил Но я понял так